Девушки отдыхают И антитела с ним сложно справиться Я не знаю, кто вы, но рад вас видеть Надеюсь, на вас можно рассчитывать, а то Нас ждет танская мясорубка Tom Clancy's The Division Определенно пока что главный сюрприз этого года Ну просто потому, что от игры никто ничего не ждал Я вот практически все время разработки Довольно скептически относился к проекту Более того, если внимательно читать новости различные То выяснится, что скепсис высказывали и многие разработчики Которые были заняты над проектом Но это неудивительно, потому что довольно долго они ее делали Восемь лет ушло на то, чтобы довести все до логического финала Три из них игра находилась в препродакшене Пять лет над ней уже работали полноценно четыре команды Из них центральная это Мэйси Создатели Волган Конфликт, Граунд Контрол Они создавали мир, всю концепцию, механику, сюжет Ну и писали движок Snowdrop Red Storm Entertainment, некогда основанная самим Томом Кнэйси Подарившая нам Rainbow Six, Ghost Recon оригинальные Работала над самой уникальной чертой Division Это мультиплеерная темная зона А также занималась дизайном оружия и развитием второстепенных персонажей Слушай, я не сентиментален, но я тебе обязан, так что спасибо Refraction, знаменитые создатели драйвера наполняли окружение автомобилями И создавали различный контент для открытого мира Спасибо, что не прошел мимо и помог мне Ubisoft Annex наводняли разрушенный Нью-Йорк различной жизнью И сделали несколько сюжетных миссий И естественно, в общем-то, из всей этой когорты разработчиков Далеко не все понимали вообще, что они делают И что должно в итоге получиться Вообще, вероятно, финальное направление развития проекта подсказали Bungie Успех их, безусловно, до революционной Destiny Видимо, подсказал разработчикам Как на данный момент удачнее всего совмещать Классический сингл, да, сингловую игру с механиками ММО Ну, в общем, так или иначе, все удалось Получилась крайне атмосферная игра с очень оригинальным миром Не похожим на многие игры Со своими оригинальными идеями Которая немедленно пленила в своей сети миллионы игроков Если вы не следили за новостями Division стала самым успешным запуском новой франшизы в истории после Destiny Самой успешной игрой, новой игрой Ubisoft И в первые же выходные она поставила нехилый рекорд Один и два миллиона игроков в онлайне одновременно Что, в общем-то, это уровень топовых проектов в индустрии Наша зона ответственности от среднего до нижнего Манхэттена Потому что никто не может сейчас свалить с острова Мы в том числе Главная проблема – это нехватка личного состава Как и Destiny, Tomb Raider Division – это гибрид Одиночная игра, совмещенная с идеями больших онлайновых проектов Естественно, далеко не все игроки понимают такой подход У некоторых он вызывает резкое неприятие Но тут нужно понимать, что любой гибрид – это компромисс Как, например, компромиссом таким являются Deus Ex Это гениальная, но любимая игра, которая совмещает RPG и классический шутер от первого лица Но, как я уже много раз говорил По сравнению с самыми навороченными ролевыми играми Он не настолько комплексный и глубокий Так же, как его шутерная часть уступает эталонным представителям жанра Ну и, в общем-то, с Division похожая ситуация Он остается непонятен для игроков, которые излишне увлекаются ММО Глобальными онлайновыми играми Потому что они по привычке несутся, да, словно сперматозоиды К финальному уровню развития персонажа Пропуская все прелести Division А потом вдруг выясняют, что игра окончилась Так же, как и, в общем-то, радикальные любители синглов Не понимают, почему Division оканчивается ничем И почему нельзя было сделать, грубо говоря, больше роликов Внимание, вы входите в зараженную зону В принципе, и те, и другие игроки Они правы в своей критике Но при этом они не замечают главного того Что вот рождается в результате этого гибрида А получается очень атмосферная, да, игра Которая в себя погружает на уровне сингловых игр Которая при этом позволяет игрокам взаимодействовать с друг другом И благодаря вот этим ММО-элементам становится дико залепной И от нее реально просто невозможно оторваться Настоящая работа, агент Тебе должны платить как следует Ну и не говоря о том, что ни одна ММО не может похвастаться Комплексным, да, классическим шутерным геймплеем Сделанным качественно В котором чувствуется там оружие, есть тактика и так далее А это именно то, что и цепляет миллионы игроков Как в Destiny, так и в The Division Впрочем, игры это на самом деле достаточно разные Если Destiny это Halo, да, перенесенная в онлайновый мир То Division больше напоминает классическую традиционную игру от Ubisoft В открытом мире, в которую поместили кооп-шутер на четверых И приделали к этому ММО развитие персонажа По сути, это абсолютно разные игры Которых объединяет лишь глобальный подход к организации мира и совмещению жанров Прежде чем мы начнем, я тебе вот что скажу У нас приличный квартал Сейчас тут неспокойно, но постарайся, пожалуйста Не портить имущество Про сюжет Division сказано уже огромное количество слов Есть отдельный ролик, если хотите посмотреть Ну, коротко, Нью-Йорк пострадал от эпидемии неизвестного вируса Который наверняка распространили злые и нехорошие люди Город эвакуировали, его улицы заполнили бандой Есть некие жители, которые не смогли из него вовремя выбраться Ну, а мы прибываем на остров Манхэттен Для того, чтобы навести там порядок Прибытием в Хадсон-Пирс Только не знаю, на что вы рассчитываете За воротами идет настоящая война Кто тут командир? Капитан Бенитес Он руководил эвакуацией Мэдисон-Сквэр-Гарден Но утром связь не пропала Если до завтра он не проявится, уходим Никто никуда не уйдет, мы вернем себе город Бери снаряжение, будем на связи Желаю удачи, до свидания Мирза Дивижн, его организация достаточно классическая для всех игр Юбисофта У нас есть реальные районы реального города В которых есть ряд основных сюжетных миссий И набор так называемых побочек Которые выполняются для того, чтобы зарабатывать ресурсы Здесь у меня идут на развитие основной базы Основная база состоит из трех крыльев Медицинского, технического и силового Вместе с развитием штаба развивается и персонаж игрока Он получает новые гаджеты, таланты, способности При этом в игре нет каких-то четких классов Персонаж можно пересобирать на ходу Просто назначив соответствующие скиллы в ячейке Медики могут усилять команду Лечить ее, ставить полевые палатки Которые будут раздавать и патроны, и медикаменты Технори, ставить турели Применять самонаводящиеся бомбы Обладателей силовых скилов создавать укрытие И бафать отряд на защиту Дальше появляется, конечно же, возможность Крафтить собственные вещи Менять параметры существующих Для этого, собственно, и нужные ресурсы Которые ты собираешь в открытом мире В целом, вся шмоточная система Это Diablo 3 в последней версии Очень похожая, но при этом ролевая система Задивижн лишь кажется простой Потому что игроки, которые достигли высоких уровней У них начинается совершенно другой геймплей Они проводят очень много времени Собирая максимально эффективные билды Подгоняя всяческие снаряжения Под свое направление развития Причем делают это буквально с калькулятором И достаточно погуглить В сети очень много гайдов В этой игре действительно много математики То есть, если вы будете заморачиваться То там есть чем понастраивать И в этом плане RPG-система игры Она намного более глубокая и продвинутая Чем в той же Destiny И, в общем, если вы будете серьезно играть в онлайне То придется определиться с классом И заодно еще договориться с другими игроками Своей командой У кого какая роль Несмотря на то, что ты можешь Классы пересобирать на ходу Если вы играете командой И хотите быть лучшими Вам придется подумать Эвакуация груза И, в общем-то, это главная особенность Division Она не напрягает рядового игрока Который не хочет всем этим заниматься Но при этом глубина Которая нужна каким-то хардкорщикам Лютым Она в ней присутствует То же самое, в общем-то, можно и сказать и про сюжет Для несущегося вперед К левел-капу игрока Его в игре практически нет Ну, только вот в рамках сюжетных заданий Но для более внимательных игроков Которые любят смотреть по сторонам И следовать мир Окажется, что Division Один из лучших волнбилдингов в истории То есть Мейсиффа Они реально крутые Они проделали какую-то невероятную работу Описывая в мельчайших деталях Что же на самом деле Произошло на Манхэттене Да, вот во время этой эпидемии Звонила Депп из ночной смены Заключенный заболевает Значит, кто-то из охранников Притащил сюда заразу И паром, похоже, не придет Так что вам, стройкам на работу Слушай, не выходите Способ повествования достаточно классический Ты подбираешь телефоны С различными записями разговоров Компьютеры с отчетами И, в общем-то, слушая аудиозаписи Составляешь картину произошедшего И сделано это реально безумно круто Потому что ты, да, в этой игре Прям наблюдаешь за десятками Судьб разных людей Которые оказались в разное время Когда началась катастрофа Благодаря этим записям Ты понимаешь, что эпидемию Сначала пытались держать в центре города Ничего не получилось Ее обнесли там в карантин Что на самом деле Вот эти аудиозные огнеметчики Которые ходят и сжигают всех людей заживо Это на самом деле Первые ликвидаторы Последствий Они задолбались реально Хоронить сотнями тысячами людей Хоронить своих коллег Терять из-за того, что они Во время работы заражаются У них там случился коллективный психоз Они объединились в банду И начали просто сжигать все на своем пути Чтобы эта зараза никуда не распространилась Потому что не считают, что это единственный способ Не избавиться Мы же с тобой столько лет знакомы Этот кашель Ты же знаешь, у меня астма Вот ингалятор Не надо, я тебя прошу В общем, это реально круто работает Ты постоянно, да, собираешь эти кусочки информации И у тебя в голове прям выстраивается Вот картина происшествия Как там перекрывались мосты, тоннели Как жители пытались прорвать баррикады Чтобы вырваться с острова И авторы при этом постоянно подстегивают В этих сообщениях интригу Именно из телефонных записей Ты там узнаешь что-то наперед Тебе дают какие-то намеки о том, что будет происходить дальше О мотивах различных персонажей Там еще много подсюжетов разных вводится Вроде, что на острове сначала же активизировался первый отряд дивижн Который там и жил Но он куда-то пропал Что с ним стало? И ты вот выясняешь это посредством различных намеков Разбросанных тут и там по миру В любом случае, если встретите агента спецотряда Оказывайте ему всяческое содействие Потому что именно эти люди и должны вытащить нас из этого дерьма В процессе там выясняется Что один из агентов стал чуть ли не главным злодеем вообще во всей игре И при этом ты можешь Если ты будешь много исследовать Найти его сюжетную линию И выяснить В общем-то Как он дошел до жизни Такой, что он не просто так сразу сволочью был Как он менялся на ходу Как он сначала пытался спасти выживших людей Как он там стал свидетелем жестокой резни и не смог защитить гражданских Как у него там поехала крыша в процессе Ну и, конечно, постепенно ты выстраиваешь цепочку магическую Кто и как распространил вирус Кто заразил первые банкноты Где это произошло Собрали самых умных, самых умелых Самых подготовленных агентов в мире И все равно кто-то съехал с катушек Им не победить Что бы ты там ни думал Думаешь, я что против? Агент Думаешь, я просто бесчувственный циник? Я тоже патриот Вот почему меня все это злит И, наверное, самый необычный способ повествования Вот такого По следам прошлого Который придумали разработчики В принципе, сейчас эта идея не сильно оригинальной выглядит Ну, просто потому что очень много инди-игр Чуть ли не целиком были на них построены Как там Everybody's Gone to Rapture, например Поблизости обнаружена эхозапись Это так называемые эхозаписи Когда якобы по изображениям с камер И записям, да, там, с телефонов Которые в это время работали Создается такая трехмерная проекция В пространстве, которая рассказывает тебе О произошедших событиях То есть ты можешь сквозь нее ходить Слушать различные эпизоды Произошедшего При этом это выглядит как такая Повисшая во времени Картина, стоп-кадр, фотография И видно только силуэты Участвовавших в событиях персонажей Я думаю, в глубине души ты все понимаешь Ты знаешь, что старый мир Законы, правительство Все это умерло в Черную пятницу Но вот бешеные контрактники Беглые зэки И все те, у кого хватит пороху взять свое Они-то выживут Как и я При этом там тоже куча сюжетных линий Различных Одна из них связана с книжкой из The Division Которую тоже там отдельно можно купить Она рассказывает о судьбе Вот одного из персонажей этих эхозаписей Ты ее постоянно при этом видишь в игре И создается, в общем, такой достаточно необычный экспириенс Знаете, будь у нас больше ресурсов Мы бы получили эту вакцину Я-то полагала, что нас прежде всего должны заботить люди А не деньги В общем, эти записи абсолютно разные На них же построена такая расследовательская часть миссии Здесь есть такой Ведьмак-стайл расследования Когда ты ходишь просто по определенному пути И вот просматриваешь эти сценки Чтобы выяснить какую-то информацию И зачастую эти сценки реально тебя поражают Поражают эмоционально Они настолько круто работают с твоим воображением Лишь дают тебе какие-то силуэты Воспроизводят звук А дальше ты представляешь, как это происходило А вдруг я действительно умею летать? Вики, ведь все сходится Да ты что, с ума сошел? А если ты... Бевит! И там масса сцен Ну, абсолютной какой-то жестокости Когда эти чистилищики заживо сжигают людей в машинах И ты прям на себе это чувствуешь Господи! Как там зэки заставляют полицейских Пить машинное масло Или там соревнуются Кто четче метнет В привязанного к мишени Сотрудник органов топор Давайте поиграем в метание топора Скажем, 10 очков, если попадешь в руку 5, если в ладонь А за голову сколько? 20? 30? Смотря как глубоко идет И что самое важное Это не какой-то дешевый, да, там, способ рассказать историю Все произошедшее подкрепляется вот нереально детальной, красивой картинкой Сноудроп определенно один из самых красивых и впечатляющих движков на сегодня Но его важно не это, а то, что художники и звукорежиссер Юбисофт, ну, они настоящие маньяки Такой работы с деталями реально нигде не было Они просто вручную зафигачили самый настоящий Нью-Йорк И не просто так там, да, от балды Они сделали так, что каждый район, каждый перекресток, каждая подворотня Они рассказывают своим видом историю То есть ты не просто там слышишь разговор телефонной записи, да, про перекрытие туннелей И рассказы о том, как гражданские их штурмовали Ты реально видишь последствия этого Так же, как видишь вот этого полицейского, привязанного к мишени с воткнутым топором И так происходит реально всю игру Картинка только вот чисто визуально постоянно рассказывает тебе какую-то историю Ты безумно прям веришь в эту атмосферу И постоянно, да, тебя заставляют что-то представить, а потом показывают это Слышал в разговорах, что чистильщики, они там где-то взорвали в городе заправки все Приходишь в соответствующий район и видишь эту картину И понимаешь, почему заправок на Манхэттене на самом деле очень мало И так происходит реально вплоть до самого конца Каждый район Нью-Йорка отличается от предыдущего В каждом что-то есть свое особенное Короче, великолепная работа Если, конечно же, вы там не несетесь куда-то, да, и обращаете на все это внимание В общем, дело такое В западной части пирса у меня припрятан плод ПТГ все еще блокирует гудзон, но ночью мы сможем там пройти Да, я знаю расписание патрулей, но все равно это будет очень непросто Так что на халяву не надейтесь Кто хочет поехать, тот платит И никакой фигни вроде денег или золота Мне нужны реально ценные вещи Но если вам очень хочется убраться отсюда Вы что-нибудь придумаете Вообще впечатление от Division во многом зависит от того, насколько вы погрузитесь в мир игры Лично я на самом деле советую проходить сюжет в одиночку Несмотря на то, что это кооп-игра И лишь в трудную минуту нужно призывать своих друзей на помощь Когда ты что-то не можешь пройти Потому что именно вот, ну неспешно изучая окружение Смотря по сторонам, исследуя подворотни Можно действительно впечатлиться Понять вот этот весь объем работы, которую проделали разработчики И при этом ты, конечно же, по-настоящему во все это погружаешься Прикинь, у этих козлов телеки в ванной В обеих И унитазы, навороченные с кропками И автоматика, которая задницу подтирает Что за херня? Нормальная херня Лично я задолбался задницу подтирать Более того, когда ты во время вот этих одиночных своих путешествий Натыкаешься на какие-то побочные задания Стандартные, как всегда у Ubisoft Ты гораздо меньше обращаешь внимание на их однообразие Ну и самое главное Челленджа в этом всем становится гораздо больше, а значит и интереса Наконец-то! Спасибо! Это был какой-то ужас! Кошмар! Все, я погнал! Вообще, челлендж это довольно большая, серьезная проблема Глобального геймдизайна таких проектов, как Destiny и Division Этих гибридов Потому что все враги в игре имеют определенный фиксированный уровень Который привязан к району или миссии Если вы входите в район перекачанным То местные обитатели не представляют никакой угрозы И воевать с ними не очень интересно Если вы приходите в район слишком рано И он сможет, относительно вашего уровня То ситуация обратная Противники слишком бронированы И играть с ними не утомительно И вот так на протяжении всего прохождения Приходится подбирать миссии Под свое развитие И, в общем, не всегда получается найти оптимальное соотношение фановых усилий Причем в Destiny эта проблема менее видна Потому что там нет по-настоящему открытого мира И каждой миссии, да, можно задать какой-то уровень сложности свой В Division же сложность выбирается только для сюжетных заданий И, в общем, противники в открытом мире Они представляют слабую себе угрозу Особенно если ты в какие-то предыдущие районы возвращаешься Они там со временем крепнут Но при этом всегда сильно от тебя отстают И выполнять побочные задания Если вы играете еще с кем-то Реально не очень интересно В одиночку они там представляют какое-то сопротивление тебе И создаются интересные ситуации Ну, как только двое уже по открытому миру бегать скучно В общем, поймать золотую середину сложно Но, повторюсь, это, в общем, целиком проблема гибридов Пока никто не придумал, да, из разработчиков Как решить эту проблему И остается только ждать, ну, эволюции жанра Впрочем, в те моменты, когда вот удается подобрать Оптимальный уровень челленджа Игра по-настоящему просто расцветает Оказывается, что за Division еще чертовски приятный шутер В котором реально чувствуется оружие Окружение и враги очень живо реагируют на попадания Разносить магазины и офисы отдельно в удовольствие Просто миллион деталей Все предметы разносятся в труху Стекла бьются по физике У бетона отлетают куски Из стен вываливаются кирпичи В общем, безумно яркая живая картинка При этом АИ очень удивляет своей такой напористостью и в целом разумностью И ты действительно видишь, что во время перестрелок работает РПГ-система Она реально влияет на происходящее При этом каждая там банда, которая есть в игре, она отличается характером поведения Чистые чеки, они с огнеметами пытаются тебя выкурить с насиженного места Зэки там пускают вперед какого-нибудь бравого чувака с шотганом Наемники, да, из частной военной компании Очень слаженно, так, профессионально заходят с разных сторон И очень синхронно действуют Реально создается впечатление, что ты с вояками воюешь Противник! Противник! Но, к сожалению, на этом все отличия и заканчиваются между бандами Они только отличаются манерой поведения АИ В остальном, те типы солдат, которые есть, они практически у всех одинаковые Всегда есть какой-то инженер, который заведует техникой Есть чувак, который в ближний бой идет Ну и так далее, они отличаются только по типу и агрессивности поведения И, по-моему, это вот такой основной минус боевки Потому что, ну, в Destiny, например, каждый раз это была уникальная Кто-то из них телепортировался тебе прям под нос Действовали они совершенно по-разному Против них нужны были разные тактики Причем ты просто на ходу их менять должен был Потому что ты боролся постоянно с разными врагами Авторов Division хватило только на то, чтобы приделывать бандоны с горючим чистильчиком Который можно взрывать Это единственная какая-то уникальная черта группировки Все остальное одинаково Но, в целом, при этом АИ очень достойные Они очень себя круто ведут, обходят с разных сторон Там, закидывают твою позицию обязательно гранатами Более того, если ты там им кидаешь какую-то умную бомбу Они ее пытаются уничтожить, пока надо них докатиться Ставят свои пулеметы При этом хакают твои Ну и, в общем, в целом действуют очень активно Заставляют тебя постоянно шевелиться Самое интересное начинается, когда на разборку локальную Какую-то подтягивается банда с соседней улицы И все начинают друг друга стрелять А тебе прям нужно воевать на два-три фронта Ну, это реально прикольно Но, вот опять же, если ты играешь один Потому что, если уже двое игроков То АИ начинает между ними разрываться Как-то потупливать Ну, и в целом челлендж понижается При этом, даже если вы проходите сюжетку И повышаете уровень сложности Интереснее намного не становится Кому-то становится, на самом деле Но, вот лично я к этому числу не отношусь Почему? Потому что Сложность здесь достигается тем, что увеличивается Толстота брони врагов То есть в них банально нужно высадить гораздо больше пуль И, как я уже говорил, да, в впечатлениях от бета Это очень сильно диссонируется сеттингом игры Реалистично От реалистичного сеттинга ты подсознательно не ожидаешь Немножко другого Потому что не нужно в голову, там, обойму Или две, или три даже высаживать И вот из-за этого немножко рушится атмосфера Поэтому сингл всем рекомендую проходить все-таки в одиночку Сингловое задание сюжетное Определенно удались Это, по сути, классическая одиночечная игра Или кооп-игра Это такие обычные, старые, добрые, линейные уровни На которых геймдизайнеры с умом расставили врагов Придумали заранее такие напористые ситуации Даже сделали какие-то кат-сценки А ну вставай Вы об этом не пожалеете Эй, эй, ты Эй, дай сюда У каждой миссии есть там свой какой-то локальный сюжет Который при этом связан с глобальным Всегда на сюжетных миссиях безумные, эпически проработанные декорации Так что подчас просто пачка падает Настолько красиво Ну в общем, все как надо, все как всегда Даже босс-вертолет есть Стреляют, почти готов Похорони этого урода Ну и, конечно же, в завершении сюжета миссии Обязательно показывают ролик, который, в общем-то, дополняет, опять же, картину произошедшего Их, к сожалению, не так много в районе 15-ти Но смотрятся все с интересом Жители перестали бояться выходить из домов ОТГ помогла ЦРА снова развернуть пункты поддержки населения Люди выстраиваются в очереди за едой и медицинской помощью Наши дела наконец-то пошли в гору Я тут видел парня, у него был ресторанчик в Квинсе Так он уже думает, когда можно будет снова открыться Прикинь, если прищуриться Как будто снова похоже на Нью-Йорк Ну и вот тут мы подбираемся к самой оригинальной черте игры И это так называемая темная зона Это центр Манхэттена, который больше всего пострадал от эпидемии Который вот так родили карантинной зоной Это, по сути, локация с самыми сильными противниками Самыми серьезными боссами И при этом с самыми лучшими шмотками, которые там спрятаны И с новой опасностью в лице реальных игроков Мочим их, блядь! На, суки! Попались, му**ки! Сюда стоит соваться, реально, только в компании друзей И желательно, в принципе, прокачаться, наверное, до финала То есть пройти сначала в одиночку А потом уже соваться в Dark Zone Ну, только тогда начинается, на самом деле, игра там серьезная Но, в принципе, и до этого момента туда можно заходить И получать уникальные эмоции Потому что в Dark Zone механика начинает работать на полную То есть здесь враги становятся очень злыми Очень бронированными И при этом они действуют очень-очень напористо Практически все то же самое, что происходит в Open World Только гораздо жестче, гораздо умнее, гораздо челлендж При этом, да, нельзя вывести просто так Собранные все артефакты, шмотки из этой зоны И нужно обязательно вызвать вертолет И вот в те полторы минуты, пока ты его дожидаешься Об этом знают все И мобы вражеские, и реальные игроки Соответственно, каждый раз, когда ты вызываешь вертолет Ты совершенно не знаешь, что произойдет Прибегут в последний момент со всех сторон враги Или когда вы там в последний момент будете грузить свое барахло на вертолет На вас там нападут агенты-ренегаты со всех сторон Знуи же вы игроки Это реально по-настоящему крутая идея Которая при этом работает Причем, несмотря на весь скепсис, который высказывался по бете В финальной версии Dark Zone это реально очень крутой режим В котором интересно проводить время Интересно убивать компьютерных противников Это безумно сложно От этой сложности подчас реально пригорает Но при этом у тебя создается настоящая атмосфера выживания Я там до сих пор помню В какой-то момент у нас закончились патроны И мы поняли, что, в общем-то, со всех сторон окружены врагами И реально по подворотням пробирались в убежище Ждали, пока патрули пройдут по улицам Чтобы сохранить, да, там, свои шмотки И запастись оружием При этом во все эти разборки с мобами Которые также устраиваются подчас на три фронта Еще и вмешиваются реальные живые игроки Причем самым непредсказуемым образом Здесь нет такого, что появляется какой-то вражеский игрок И он тебя немедленно убивает Почему? Потому что за смерть в игре на самом деле большие штрафы У тебя отдельный рейтинг в этой Dark Zone Он постоянно растет, но при убийстве тебя отбрасывают обратно Что это было, блядь? Причем за убийцу, который на тебя напал Дается вознаграждение всем остальным игрокам Соответственно, есть такая система, когда тот, кто нарушает правила, его все пытаются убить И вот эта система, она реально работает и генерит абсолютно разные и уникальные ситуации И фактически все здесь, ну, зависит от фантазии игроков Я вот уехал Поднимите К сожалению, после того, как игроки пожаловались на то, что штрафы за смерть слишком высокие Разработчики начали крутить баланс И вот в последнем патче очень маленький штраф сделан за смерть Слишком маленький Из-за этого различные игроки чаще стали нападать на других То есть баланс, он перекосился несколько в сторону экшена Потому что, ну, раньше у него была проблема, потому что игроки реально очень редко нападали друг на друга Понимали, что это может плохо кончиться Сейчас они гораздо чаще это стали делать Ну, скорее всего, этот баланс, он еще будет правиться Да, вот пошли, пошли Да, 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 пойдем за ним Да, дай мобилу позвонить Ну, и в общем, это в целом не идеальная абсолютно система В какие-то моменты эта темная зона, она в результате очень-очень скучна Потому что ничего не происходит заинтересного, просто бегаешь кругами, мочишь мобов Но в какие-то другие секунды она генерирует просто бурю, ураган эмоций И совершенно ни на что не похожие ситуации Ну, и мне кажется, пускай эта система, придуманная разработчиками, такая мотивационная Она не идеальна, но это все же лучше, чем отсутствие какой-либо системы Как, например, в DayZ, где просто все бегают, друг друга убивают Ну, и вообще, Ubisoft молодцы Тут видно, что они развивают, на самом деле, идеи, заложенные некогда в Watch Dogs мультиплеере Когда игроки, они попадают в мир игры, снабженный NPC И там вот начинают взаимодействовать совершенно, да, нестандартным образом И в необычных там ситуациях, и не по обычным правилам мультиплеера Я еще в обзоре Watch Dogs сказал, что это вот какой-то такой набросок того, что когда-нибудь станет гениальным И вот темная зона, это такой определенный шаг в этом направлении Конечно, в таком виде мультиплеера очень многое зависит от игроков Поэтому, ну, вот главное, чтобы люди подходили к процессу И, соответственно, нужно в своей команде иметь таких людей веселых, позитивных Которые могут придумывать какие-нибудь истории, да, с живыми игроками Ну, и, конечно, очень многое зависит от того, кого вы встретите в этом мире И со своей стороны могу сказать, что практически каждый поход в темную зону Ну, вот он дарил какую-то такую ситуацию То нам там чуваки пытались дать 5 евро за то, чтобы мы на них не нападали Потому что они стали ренегатами И там засели на крышу и от всех отбивались Мы можем дать вам 5 евро пейпо Особенно круто там пересекаться с какими-нибудь носителями другого языка Которые ни тебя не понимают, ни по-английски толком не говорят Например, как-то во время разборки с каким-то боссом Оказались в здании вместе с китайцами И они там что-то на своем, мы что-то на своем И они такие насторожились, и мы насторожились Подержали там стволы друг на друга напряженно несколько минут И разошлись так спокойно, выдохнули Эээ, ну не провоцируйте сейчас Ну в общем, темная зона реально дарит миллион эмоций Чтобы понять, насколько все разнообразно может быть Достаточно там на ютубе взбить, да И посмотреть различные истории, которые там приключались Народ реально заморачивается, отыгрывает самые разные роли Кто-то там посреди улицы может встать и начать петь с гитарой Действуя всем остальным на нервы Потому что все, кто находится в 15 метрах от игрока в игре Они слышат то, что ты говоришь Это очень крутая идея Вы не находитесь в одной банде, ни в одной сессии Ни о чем не договорились, но вы встретились на улице И вы реально разговариваете Блин, и гранаты никак не закинуть Граната, граната Граната, граната Это очень атмосферно И лично меня вот будоражит уже мысль только о том, что это начало То есть это все только первые пробопера в мультиплеере Который нас ждет в будущем в других играх Что сейчас вот от классических до всех режимов Убисофт, по крайней мере, вместе с Rockstar на самом деле Пытаются придумать что-то новое И у них получается, и это работает Это очень здорово О, это котик! Эй, котик, рев, пожалуйста Эй, рев, пожалуйста Рев, рев Ты сын В мире Division После чего все переходы, которые вы делаете Они происходят в самой игре То есть если вы идете в Dark Zone, в мультиплеер Вы буквально там через КПП проходите В самой игре Или пролазите в щель в заборе При этом не следует вообще никаких загрузок Это просто вот так происходит Радиосообщение нарушено И вот вы перешли в какой-то район города И вы уже бегаете с другими игроками То есть делается все, чтобы сохранить атмосферу То же самое, да, вот с этим общением с игроками Когда все слышат друг друга на определенном расстоянии Это меня лично больше всего в Division восхищает То, что они погрузили тебя в этот мир И тщательно стараются сделать так, чтобы ты из него не выходил Чтобы ты не отвлекался, чтобы атмосфера не терялась Ну, она все-таки теряется со временем Одиночная кампания проходится за 40 часов Ну, и понятно, что к 50-му часу Какая бы сильная атмосфера ни была, ну, ты к ней привыкаешь Да и, в общем-то, последним районам города Ну, уделено крайне меньше внимания, чем первой половине города Оспа, брат, эта зараза сдохла несколько десятилетий назад Но потом террористы намазали ее на бакси Как раз перед Рождеством Творчески подошли к делу Ха, нахрена им это могло понадобиться? Ну, если бы не они, ты бы все еще дрочил в камере, да? Может, и лучше было бы А потом, что тебе светило после отсидки? Дерьмовая работа и визиты в полицию раз в неделю Ну, торговал бы чем-нибудь А потом бы тебя ограбили Рано или поздно ты бы снова попал в тюрягу Точно тебе говорю В общем, да, Division могла определенно быть лучше Как, ну, в общем-то, и любая другая игра Есть там куда расти Есть какие проблемы решать Есть как совершенствоваться Ну, и при этом уже понятно, что часть этих проблем Концептуальных Вряд ли решат там патчами или DLC Которые уже там запланированы на год Скорее всего, в них авторы сконцентрируются на том Чтобы развлекать тех игроков Которые уже добрались до максимального капа Которым нравится охота на шмот Командные сражения с боссами Ну, по крайней мере, так развивается Destiny Это, в принципе, не логично Они развлекают кору аудиторию Которая останется после первых двух недель Уже известно, что добавят в одном DLC подземные уровни Позволят побольше пошастать по метро В принципе, там можно создать набор генерируемых подземельей Как в модборной диаме Чтобы охота за этим шмотом была там поразнообразнее и поинтереснее Но лично мне при этом хочется именно сингомовой добавки На самом деле концепция игры позволяет это сделать То есть мы здесь освоили только Midtown Есть еще очень много районов в Нью-Йорке Можно сходить в Центральный парк Есть там Квинс, в конце концов И, в общем, совершенно непонятно, как сейчас будут развивать игру В каком направлении То есть какие-то игроки там уже нашли недостроенный Центральный парк Видно, что там команда начала уже что-то прорабатывать в те локации Так что, возможно, действие до них расширится Но в целом, да, там, вот что оставят для второй части Что появится в DLC И как вообще игру будут поддерживать Пока вопрос Пока анонсировано только три крупных обновления На протяжении года Так что, да, Рождества скучать не придется И я, в общем, думаю, что финальную точку Они вот как раз черную пятницу поставят под конец года Привет, малышка Похоже, я еду в Нью-Йорк В Манхэттен вводят войска? Все так плохо? Национальную гвардию Все нормально, мы просто поможем полиции И это секрет, так что никому не говори Как только узнаю, что случилось, сразу тебе позвоню, ладно? Ладно, Джейн Тут как-то страшновато Держись, на улицу не выходи Скоро все утихнет, вот увидишь Ну, а так или иначе То, что уже есть, да В таком стартовом комплекте The Division Это уже очень хорошо То есть Division очень круто В общем, погружает свой мир Как настоящая синглова игра При этом это очень качественный шутер В нем глубокая RPG-система И вот эти все ММО-механики Они приводят к тому, что ты от игры Оторваться не можешь, как от Diablo Ну, а к тому времени, когда Недостатки игры все-таки вылезают наружу Лично мне было очень сложно Отказать себе в том, чтобы ее пройти до конца И еще после этого пойти в Dark Zone И не раз Ну и самое главное Эмоций, да, вот уникальных Которых не было в других играх Здесь полно А вот для меня это самое главное То есть эта игра действительно Подарила что-то новое Благодаря там, да, своему сеттингу Необычному взгляду на кооп-шутеры С добавлением RPG И вот этой вот темой с Dark Zone Словом, старт отличный Я лично с нетерпением жду развития Как Division, так и всего жанра Очень интересно, что на это ответят Bungie У них, конечно, другая игра У них очень крутой core геймплей Боевой именно Но им как раз очень не хватает Сюжетного хорошего ковествола И я очень надеюсь, что Ко второй части они это исправят Ну а от меня Division 8,5 баллов Рекомендация попробовать ее И в общем, лично я жду развития игры И уверен, что еще полбала Как минимум она сможет прибавить По ходу года, по ходу своего развития Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok